Новости продолжает эфир. 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 центру Мялы. Жители населенного пункта эвакуируют в безопасные места. В первую очередь вывозят детей, женщин и людей с инвалидностью. Их размещают в сельских эвакопунктах, которые оборудованы в школах и детских садах. В пяти районах Актюбинской области и в городе Актубе, где ранее объявили режим ЧАЭС, с местного масштаба начала работать комиссия. Ей предстоит оценить ущерб, причиненный стихии. В регионе подтопило более 700 домов и 10 соцобъектов. Из опасных зон вывезли около 7 тысяч человек. Большинство разместили в пунктах эвакуации. Их развернули в том числе и в 39 школах, в двух колледжах региона. Отмечу, особое внимание сейчас уделяется Эргийским районам. Там прогнозируется поступление большого объема талой воды со стороны Костанайской области. В зоне потопления могут оказаться 4 населенных пункта. Порядка 2000 человек там проживает. Принято решение эвакуации в районный центр Эргиз. Необходимые условия там созданы. На данный момент находятся три вертолета Министерства обороны. И будет порядка 10 рейсов сделано. Где-то порядка 100 километров составляет. И полностью мы перевезем население. С начала паводка спасателей эвакуировали 12 700 человек. По стране откачали больше 4 миллионов кубических метров воды, сообщает пресс-служба МЧС. Сейчас в спасательных работах участвует почти 7 тысяч специалистов. В зоне потопления остается больше 1200 частных жилых домов и около 500 дворов. 53 населенных пункта оказались отрезаны от транспортных сообщений в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Улытау и Абай. Там организованы штабы с запасами продуктов и медикаментов. В 12 регионах страны спасено и эвакуировано более 12 700 человек. Из них 4728 несовершеннолетних. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 6361 человек, из них 2570 детей. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 961 человек, из них около 260 детей. Круглосуточно работают телефоны горячей линии. Уже поступило 592 звонка. Продолжают функционировать республиканские областные оперативные штабы. Гуманитарная помощь продолжает поступать в Амангельдинский район Костанайской области. Это один из трех южных районов, пострадавших от паводка в регионе. Сюда за три дня привезли 18 тонн продуктов питания, одежды и средств гигиены. Подробности в материале Натальи Струковой. Семью Камбадов-Леткиреевой из шести человек эвакуировали в районный центр Амангельды. Они разместились у родственников. Получили запас продуктов на 10 дней. Без одежды ничего не взяли, ничего нет. Дом затопило. Все бросили. Главное, чтобы дети были. Приехали сюда. Обеспечили всем. Дом под воду ушел. Мы уехали, сын остался. Смотрит за скотом. Одна телка у нас погибла. Пришли сюда за гуманитарной помощью. В этот волонтерский штаб в райцентре Амангельды поступает гуманитарная помощь отовсюду, в том числе из столицы. Продукты питания – это основное. Есть теплые вещи, матрасы. Все это распределяем по спискам эвакуированных. Организован сбор денег. Открыты три спецсчета. На один из них сразу поступила крупная сумма – 3 миллиона тенге. Гуманитарную помощь отправляют и тем, кто отказался от эвакуации и остался в дальних зимовках. Груз доставляют на лодках и вертолетах. Обязательно по приезду ряд депутатских запросов мы подготовим. Здесь в первую очередь проблема, конечно же, транспортная инфраструктура. Нам здесь в Аркалыке нужен хороший аэропорт, нужно сеть автомобильных дорог, потому что ситуация показала, что проблема в первую очередь транспортным обеспечением. Даже привозить авиатопливо, те же самые гуманитарные грузы. Нужно строить дороги в регионе. Пострадавшим во время паводка начали возмещать ущерб. Деньги на восстановление движимого и недвижимого имущества выделяют из областного бюджета. В каждый дом зайдут, посчитают причиненный ущерб. Для этого в Джангельдинском и Амангельдинском районах и в Аркалыке созданы комиссии. Если речь идет о гибели скота, то каждая голова должна быть зарегистрирована, чтобы люди могли получить компенсацию. Пострадавшим от паводка семьям начали выплачивать компенсацию. Ее уже получили больше 180 человек. Наталья Строкова, Сергей Тростенберг, Кустанайская область, 24 ГИЗ. 20 тонн гуманитарной помощи направили из Астаны в Аркалык. Жителям, пострадавшим от наводнения, доставят продукты питания, предметы гигиены, обогреватели, также необходимый инвентарь и специальные водяные насосы для откачки воды. В сборе и доставке гумпомощи были задействованы активисты Конгресса молодежи Казахстана при поддержке фонда Базбергемос. Наряду с этим в потопленные районы Кустанайской области отправилась группа волонтеров. Напомню, в результате интенсивного таяния снега сразу в нескольких районах города затопило несколько десятков дворов и частных жилых домов. До этого наши волонтеры-активисты работали в противопаводковых меропятиях в поселке Хоян-Деталапкиракмольской области. Вот сейчас поезжаем в Кустанайскую область, чтобы участвовать в противопаводковых меропятиях. Также в будущем планируем такие же гуманитарные помощи отправлять в другие области. Это наш западно-казахстанский область, актюбинский область. 88 школ начнут обучение в четвертой четверти дистанционно из-за паводковой ситуации в стране, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. На онлайн-формат перейдут 56 организаций образования, находящихся в зоне риска, и 32 школы, на территориях которых развернуты эвакуационные пункты. Ведомстве отметили, что дети, которые находятся в этих пунктах, обеспечены одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для дистанционного обучения. Решается также вопрос с питанием для учеников первых и четвертых классов. Теперь о ситуации в мире. В Алтайском крае соседней России талые воды перекрыли автомобильные дороги. Многие улицы превратились в реки, по последним данным, в регионе потопленными. Оказались больше 900 приусадебных участков, 480 домов, также 9 участков автодорог, сообщают МЧС страны. В зоне потопления порядка 40 населенных пунктов. В ряде районов ввели режим ЧАЭС. К примеру, в одном из сел сейчас развернуты водоналивные дамбы. Подготовлены два пункта временного размещения. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий потопления в регионе. Всего задействовано 2600 человек и больше 1000 единиц техники. Фиксируются поводки и в Калужской области. Уровень воды в реках Протва и Угра превысил критическую отметку. Потоплены десятки приусадебных участков. Нарушено движение транспорта. До некоторых населенных пунктов нельзя добраться. Для сообщения организовали круглосуточную лодочную переправу. Режим повышенной готовности из-за поводков в Виле и Варенбургской области в регионе ограничили движение по 34 мостам. Потопление домов наблюдается в 23 населенных пунктах. В Вилекском районе под воду ушла целая электроподстанция. По данным МЧС, в зоне риска еще 257 районов спасатели работают в круглосуточном режиме. Проводятся превентивные мероприятия. Ульяновская область поставила в этом году рекорд по объему снега. Областной центр вошел в тройку городов самым высоким снежным покровом в рейтинге ГИС Метео. Там за зимний сезон выпало 140% среднегодовой нормы снега. В итоге в период таяния в зону потопления попали свыше 500 домов в 20 населенных пунктах. Пожарные откачивают из подвала в воду. Спасатели экстренно расчищают русла рек, чтобы избежать заторов. Оставшийся лед взрывают. Сложная ситуация и в Саратовской области. Там уже неделю на улице плюсовая температура. Как результат, из берегов вышли 24 реки в 17 районах. В опасной зоне несколько сотен домов. Под воду ушли 10 мостов, участки региональных автотрасс. Потопление жилых домов и дворов паводковыми водами в большей степени отмечены в 11 населенных пунктах. Норма водохранилища там превышает 126%. Отмечу, весеннее половодие охватило 22 российских региона. По данным гидрометцентра, поводки в этом году вызваны обильными снегопадами и аномально теплой зимой. Сильные дожди накрыли американский штат Калифорния. Из-за непогоды большая часть региона столкнулась с наводнениями, сообщает местная метеорологическая служба. Больше всего от удара стихии пострадал Сан-Диего. За сутки там выпало до 50 миллиметров осадков. Порывы ветра в городе достигают 90 километров в час. Потоплено десятки домов, нарушено транспортное сообщение, на дорогах участились случаи ДТП. Власти объявили режим ЧАЭС. Жителям рекомендуют не пренебрегать предупреждениями системы экстренного оповещения. На Мадагаскаре уже третий день не утихает шторм Гаман. Непогода принесла с собой проливные дожди и ветер с порывами до 200 километров в час. По меньшей мере 18 человек погибли в результате затопления. Еще 7 тысяч пострадали. Больше 50 тысяч жителей эвакуировали. Разрушены сотни домов, повреждены мосты. По прогнозам синоптиков, шторм должен был обойти Мадагаскар в Индийском океане, но резко изменил свое направление, обрушившись на северную часть страны. Вода затопила мой дом, смыла всю технику, рисовые поля тоже затоплены. Нам нечего есть. Мы вынуждены плавать на каное по своим деревням, чтобы помочь другим. Мощные наводнения охватили и северо-запад Пакистана. Жертвами стихии стали 8 человек, еще 12 ранены. Сильнее всего от удара стихии пострадала провинция Хайбер-Вахтунхва. В регионе уже сутки не стихают сильные ливни. Затопленные сельскохозяйственные угодья. Один человек ранен в результате перестрелки в поселке Агадырь, Карагандинской области. Видеозапись произошедшего распространяют в соцсетях. На кадрах видно, как средь бела дня несколько нападавших открыли огонь жителю местному. Не обращая внимания на прохожих. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что все участники конфликта уже установлены. Сейчас принимают меры по их задержанию. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно. В области Абай растет количество предпринимателей. Этому способствуют меры господдержки. Гранты, льготные кредитования. Только по программе «Аул Аман-Ате» в прошлом году выгодные займы получили 363 человека. Продолжится ли программа и в этом году, узнали наши корреспонденты. Грант от государства позволил начать свое дело жительнице Урджара Жанар Мусабаевой. Она открыла небольшой цех по изготовлению полуфабрикатов и теперь обеспечивает своей продукцией весь район. В планах расширить производство и покорить уже областной центр. Получила грант в 4,5 миллиона тенге. Для меня это огромная поддержка от государства. Закупила все необходимое оборудование и заодно обеспечила работой 9 человек. А в селе «Караул» благодаря программе «Аул Аман-Ате» появилась новая мини-ферма. Дарья Жамбулатова получила льготный кредит в 8 миллионов тенге. Купила 16 голов крупного рогатого скота, 5 из которых племенные. И сейчас перерабатывает молоко и продает свою продукцию. Одну из комнат дома превратила в цех. Я здесь работаю, готовлю творог, сметану. Теперь в планах расширить сарай, земля для этого есть. Тогда уже увеличим поголовье. Помимо молока, мясо начнем продавать. В целом в Абайском районе в прошлом году по этой программе выгодные займы на 114 миллионов тенге оформили 17 человек. На эти деньги люди закупили 265 голов скота, в том числе 140 коров и 125 лошадей. Большинство выбирали племенных животных. Теперь хотим продолжить программу. Уже объехали все села. Составили список желающих участвовать. Порядка 100 человек. А финансирование начнется в мае. В прошлом году из бюджета область Абай по программе «Аул Аман-Ате» получила больше 2 миллиардов тенге. В итоге в регионе появилось порядка 300 новых рабочих мест. А в сезоне 2024 льготным кредитованием операторы программы планируют охватить уже свыше 500 жителей региона. Аналисен Бердиназом от Каса Медитумирханов. Область Абай, 24 Кизет. Молоко из фиников начал делать житель Тараза. Для этого начинающий бизнесмен Амухид Холкабаев выиграл безвозмездный государственный грант, открыл мини-цехи и создал рабочие места. По словам предпринимателя, такое производство альтернативного молока в нашей стране наладили впервые. Анастасия Сулейманова расскажет. Мухид Холкабаев четверть века проработал в банковской сфере, а в прошлом году решил открыть свое дело. Мужчина представил проект по производству финикового молока. Бизнес-идею поддержали в управлении предпринимательства. Так начинающий бизнесмен получил безвозмездный грант на 5 миллионов тенге. На эти средства закупил оборудование отечественного производства и открыл мини-цех. В месяц выпускают порядка 6 тонн альтернативного молока. Бизнесмен обеспечил работой 4-х человек. Готовый продукт реализуется в городе Тарас, но полностью город мы не можем пока снабдить. Планируем увеличить объем производства минимум в 5-10 раз. Также планируется выпуск нового напитка. Кроме этого, у нас есть в планах выпускать, производить кофе из финиковых косточек. Молоко получается очень полезным без сахара и добавок. Это натуральный продукт. Сначала про нашу продукцию почти никто не знал. Поэтому выпускали немного. А сейчас уже наращиваем объемы производства. В прошлом году в регионе безвозмездные государственные гранты выиграли 4 начинающих предпринимателя. Они предложили производить парфюмерию и перерабатывать шерсть. На реализацию бизнес-проектов из республиканского бюджета выделили 21 миллион тенге. С этого года ввели изменения. Теперь в конкурсе на безвозмездные гранты будут участвовать финалисты программы «Одно село, один продукт» и жители, которые числятся в списке социальных предпринимателей. Предприниматели, которые в наших селах производят товары, они участвуют в этом конкурсе. А второй, это у нас республиканский реестр социального предпринимательства. Это предприниматели нашей области, которые помогают социальному уязвимствованию населения нашей области. То есть они их трудоустраивают, они для них производят товары, либо же предоставляют услуги. В нашей области есть три финалиста программы «Одно село, один продукт» и 12 предпринимателей вошли в реестр республиканского социального предпринимательства. Конкурс на получение государственных грантов проводят раз в год. На этот раз отбор лучших проектов проведут осенью. Анастасия Сулейманова, Тимур Саильхан, Эльдар Бадельда, Тарас, 24КЗ. Педагоги Мангастаусской области стали авторами книги о традиционной стрельбе из лука. Двое учителей средней школы Муналинского района работали над изданием почти год. Это учебное пособие о традиционном казахском искусстве для тренеров и спортсменов. Методичка уже получила одобрение в Министерстве науки и высшего образования. У Тамары Степановой все подробности. В стрельбе из лука важны любые нюансы, даже оперение на стрелах. Занятия по этому виду спорта в школе села Атамикен проходят два раза в неделю. Сада-кату здесь увлекаются и мальчики, и девочки. Этот вид спорта научил меня меткость и повысил внимательность. Еще он тренирует зрение. В других школах подобных кружков почти нет. У нас он работает с 2017 года. Наши наставники недавно выпустили учебник, и по нему мы занимаемся. Это очень увлекательно. Чтобы написать учебно-методическое пособие о традиционной стрельбе из лука, коллеги-физкультурники изучили вопрос с самых разных точек зрения. Консультировались как с историками, так и со спортсменами. Стрельба из лука – это целое искусство. Поскольку нужно не только правильно натянуть тетиву, для этого, кстати, нужно приложить серьезные усилия, важны также математический расчет и техника безопасности. Книга знакомит с национальным видом спорта и дает рекомендации для тренировок. У нас есть предложение включить наш национальный вид спорта – традиционную стрельбу из лука в школьную лигу. Тогда появится возможность подготовить будущих чемпионов в стенах школы. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом с любым желающим, будь то спортсмены или же преподаватели из других городов, которые хотят открыть свой кружок. Традиционную стрельбу из лука утвердили в Казахстане официально как вид спорта в 2022 году. В том же году в Жанаузене прошел первый чемпионат страны. В настоящее время в Мангастау занимаются стрельбой из лука примерно полторы тысячи человек. Работают девять частных тренировочных клубов. В этом году при Государственном центре национальных видов спорта области планируют открыть отделение по традиционной стрельбе из лука. Секреты древних ремесленников сохраняют в Тургестанской области. Искусство изготовления сёдел до сих пор передают из поколения в поколение. Один из потомственных мастеров, Курбанали Агадилов, живет в Тулебийском районе. Мастера-самоучку в порядке исключения приняли даже в Союз художников Казахстана за стремление сохранить древнюю профессию. Мои коллеги встретились с ремесленником. В этой мастерской культурный код Курбанали Агадилова буквально в каждом изделии. Без инструкции, уроков в интернете, все по зову души. Так в его руках рождаются седла, которые стали разъезжаться по меру. 31 год назад, вспоминает мастер, во время встречи трех президентов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на горе Ордабасы им подарили по седлу. Основание для них делал Курбанали Агадилов. Отделкой занимались другие мастера. Позже сидельщик и сам научился работать с кожей и ювелирными изделиями. Вот седло, вот видите, если вот так посмотреть седло, вот так, если разрядать, одна сторона должна быть в миллиметрах, совпадать другому, потому что лошадь, пазмоножник идет ровно. Видите, это наша культура, это тысячелетиями нам передано предками. Одесса свои, вот эти узоры, все остальное. Сейчас секреты изготовления седл мастер передает своему десятилетнему сыну. Хотел бы бесплатно обучать и других, но желающих освоить кропотливое ремесло практически нет. И это очень беспокоит Курбанали Агадилов. Сам основание седло делать, это никто не хотят. Вся молодежь сейчас в компьютерах, там, вот, например, Америка, Англия, все вот развитые страны, у них всего два-три вида седл. А у нас 30 видов седл есть. Я сам вот 23 видов седл делал. Нам завозят сейчас с Киргизстана вот этот железный, в Узбекистан тоже, тоже с панерой. А настоящих, хороших, качественных седл мало, не хватает. Все больше ремесленников, которые работают с шерстью, бумагой, а именно изготовление седла. Тут мы хотим открыть кружок, выделить финансирование. Только вот мастер считает, что одного кружка мало. Молодежь необходимо мотивировать, чтобы они оставались в профессии и работали. У Курбанали Агадилова, например, заказов на 50 лет вперед. О всех своих учеников он помнит поименно и следит за их работой. Большинство решили уйти все-таки в ювелирное искусство. Очень важен опыт учителя, какое направление тебе изначально дадут, как научат. Я думаю, что благодаря этому я нашел себя. Когда-то поступал в консерваторию, а потом понял, что хочу заниматься народным ремеслом. Есть у Курбанали Агадилова давняя мечта открыть музей-седла, а еще написать книгу, чтобы оставить потомкам секреты ремесленников. Он собирает и записывает народные приметы, обычаи, пословицы, связанные с конской амуницией. Катерина Попкова, Самат Нахашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Туркестанская область, 24КЗ. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok